Здравствуйте, уважаемые участники и финалисты и победители конкурса «Я профессионал». Меня зовут Опериан Анна Валерьевна. Я являюсь начальником отдела дополнительного профессионального образования «Газпром в НИИГАЗ». Это головной научно-исследовательский институт всего ПАО «Газпром». И сегодня мы с вами проведем такой вебинар на тему социальные лифты. Социальные лифты для молодежи. Какие у нас есть возможности, перспективы в нашей стране и как этим вообще можно пользоваться. Конечно, хотелось бы для начала вступить именно с того, что такое социальные лифты. Все мы, конечно, прекрасно понимаем, что это такой механизм, который позволяет нам двигаться. У нас наша социальная мобильность, она может быть как вертикальная, так и горизонтальная. Но в данном случае, конечно же, нас интересует вертикальный рост. В каких сферах это может происходить? Да, конечно же, в первую очередь это карьера, образование и наука. Вы как раз сейчас находитесь вот в этой стадии от образования, переходите дальше к будущей своей карьере. Также социальные лифты есть и в сфере семейной политики, и в целом политики по стране. И здесь уже только выбор за вами, куда пойти и как этим воспользоваться. Собственно говоря, вот то, что мы сейчас с вами проговорили, вы видите на слайде. Далее мы с вами проговорим вообще о тех механизмах, которые существуют у нас. И здесь я привела, конечно же, не все. И мы пока говорим о двух наших таких крупнейших механизмах. Это Федеральное агентство по делам молодежи. И оно, платформа «Россия – страна возможностей». И, собственно говоря, вы с данной платформой уже точно знакомы через конкурс «Я профессионал». Если мы говорим про проекты «Росмолодежи», то я тоже взяла, конечно же, не полный спектр, их гораздо больше. Но вот такие самые основные, по которым вот можно двигаться. Это направления такие, как волонтерство, бизнес и предпринимательство, патриотическое направление, креативная сфера, карьера, гранты. И всем этим можно и нужно пользоваться. И вот когда мы говорим про социальный лифт, да, мы должны понимать, что это в первую очередь наше развитие, как личности, профессиональное развитие, развитие определенных навыков и компетенций. Вообще мы живем в таком очень динамичном мире сегодня, время такое. И быть специалистом, например, только в одной области не получается, потому что уже настолько развито междисциплинарное знание, что человек вынужден, в хорошем, конечно же, смысле слова, получать какие-то новые навыки из разных сфер. В том числе сейчас человек активный и может быть не только там уверенным профессионалом, да, в своей деятельности, но, конечно же, мы говорим еще про то, что он также вовлечен в различные сферы общественной жизни. Собственно говоря, вот как раз-таки Федеральное агентство по делам молодежи позволяет дать эти возможности для молодых людей, чтобы развиваться в этих направлениях. Через волонтерство, конечно же, вы можете реализовать себя вообще в таких сферах, да, как и у нас есть волонтеры Победы, волонтеры Медики. Если вы хотите стать там доктором, врачом, да, или уже вы выбрали этот путь, то через вот такое общественное движение волонтеры Медики вы можете попробовать свои силы, поработав на различных проектах, соприкоснуться с крупными и федеральными проектами различного уровня. Возможно, у вас просто расширится еще такое свое профессиональное сообщество, потому что когда мы учимся, мы работаем, то мы в первую очередь также должны развивать свои связи. В профессиональной сфере это очень важно, потому что каждая сфера — это такой небольшой мир. Мы всегда так или иначе соприкасаемся с нашими коллегами из разных городов, из разных стран, конечно же. И когда вот такие сообщества существуют, вы участвуете в каких-то проектах, вы, я думаю, уже тоже поняли, кто часто принимает участие и в олимпиадах, да, в каких-то конкурсах. Вы видите, что иногда встречаются одни и те же люди, потому что человек активный стремится успеть везде, и вот таким вот образом формируются вот такие вот маленькие научные и профессиональные сообщества. Что касается бизнеса и предпринимательства, здесь Росмолодежь дает такую большую возможность для реализации собственных проектов, и есть возможность принимать участие в больших мероприятиях, в различных форумах, совершенно различные направленности, там как экономический форум. Вот молодые люди также принимали участие в молодежных сессиях, я имею в виду предпринимателей, на Восточном экономическом форуме, ну и в разных других таких больших площадках, где можно напрямую соприкоснуться с представителями большого бизнеса, различных сфер, да, наладить опять-таки это всегда связи и коммуникации, потому что мы должны находить соратников в своей деятельности, чтобы в дальнейшем можно было как будто выстраивать уже какие-то собственные большие проекты, привлекая уже таких значимых людей и партнеров. Вот, поэтому тоже нужно уметь обращать внимание на такие вещи, и когда человек занимается там бизнесом, предпринимательством, то когда есть вот такая вот большая поддержка, где вы можете представить свои идеи, свои идеи, ваши идеи могут поддержать, как-то продвинуть, и вы можете их презентовать большому сообществу, то это как раз-таки и является вот таким мощным социальным лифтом, который позволит вам достаточно быстро совершить определенный такой скачок, да, прежде чем если бы вы начинали двигаться самостоятельно, находить какие-то варианты, да, и вас там, может, вы еще никого не знаете, или у вас нет каких-то определенных контактов, да, что не позволило бы двигаться быстро. Значит, если мы говорим про патриотическое направление, ну, я уже затронула, например, там через волонтерство «Волонтеры Победы», да, плюс у нас также большое количество различных общественных организаций, которые занимаются поиском различных материалов архивных, да, или вот у нас есть там поисковые отряды по Великой Отечественной войне, тоже все это, пожалуйста, можете себя в этом плане реализовывать. Креативная сфера, я думаю, что тоже здесь всем известно, например, большой огромный проект «Таврида Арт», и как художники, актеры, танцоры, певцы и прочие люди творческих направлений и профессий, они могут себя проявить. Для этого создан целый кластер, и это для них большая площадка, где, опять-таки, они могут себя показать, продемонстрировать, сделать свою постановку. Туда приглашаются всегда люди высокого уровня, эксперты, медийные личности. То есть я, опять-таки, все это говорю для того, чтобы вы понимали, что пользоваться социальными лифтами необходимо. Сегодня для этого есть огромные возможности, и вам, в первую очередь, нужно быть активными самим и стараться проявлять свой интерес, потому что все для того, чтобы помочь вам в своей реализации, у нас в стране есть. Также мне хотелось бы отметить отдельно, это гранты, которые реализуют Федеральное агентство по делам молодежи, потому что гранты есть как и для физлиц, а также и для университетов. И здесь тоже, если вы активны, если у вас есть свои проекты, вы можете подать заявку, грамотно ее оформить, получить на это грант и поддержку наставников, то, опять-таки, вы можете с большим успехом реализовать, имея финансовое подспорье. Естественно, вы можете все это сделать весьма успешно, и ваш продукт или ваш какой-то проект, он может иметь уже право на активную жизнь и дальнейшее его масштабирование тоже, что, конечно же, является целью людей, которые стремятся как-то продвинуть свои идеи. Это что касается Федерального агентства по делам молодежи. Если мы говорим про платформу «Россия – страна возможностей», то, собственно говоря, конечно же, здесь мы переходим к таким уже очень весомым проектам, один из которых крупнейших и вообще аналогов в мире сейчас такому проекту даже не существует. Это «Лидеры России». Вы тоже про этот проект наверняка много слышали, знаете, огромное количество людей в этом участвуют, появились с недавних пор также и международные треки, позволяющие гражданам других государств также принимать участие. Это крупнейший проект для управленцев, для людей, которые стремятся двигаться по карьерной лестнице. И вот все-таки еще раз я скажу о том, что, да, социальные лифты, они направлены на такое продвижение и по карьере, и по науке, и по образованию. Вот здесь как бы в копе все это можно реализовать. А «Лидеры России», они, конечно же, по своему масштабу превосходят все остальные конкурсы, потому что здесь с участниками работают профессионалы там просто высокого уровня, да, это и министры, и различные высокие чины там представителей правительства и так далее, да, разных органов власти, крупнейших компаний. Они выступают в качестве наставников и также делятся своим опытом, потому что все самое ценное – это, конечно, знание и опыт. То, что вы не получите явно из книжек. Образование вообще у нас сегодня стоит на первом месте, и оно в цене. И у нас, как я уже говорила, очень динамичный мир, и знание, технологии, искусственный интеллект и прочее – все это движется достаточно быстро вперед. И без образования, без грамотных мыслей, без грамотного подхода именно к своему развитию будет достаточно непросто успеть за столь динамично развивающимися знаниями, которые у нас в мире сейчас происходят. Поэтому вот когда такие наставники делятся своими мыслями, делятся своим опытом – это то, что просто нужно впитывать как губка и стараться потом это применять уже непосредственно в своей профессиональной деятельности, потому что такой опыт вы можете, в принципе, порой даже и никогда не приобрести, потому что каждый опыт является действительно уникальным. Лидеры России также просто еще отмечу, что чем хорош этот конкурс в продолжении темы образования и ценности его, суперфиналисты получают грант в размере 1 миллиона рублей на образование, что тоже очень важно. То есть здесь мы тоже можем как раз-таки отметить ценность того, что знания у нас превыше всего, и нужно уметь правильно этим пользоваться. Также существуют различные стажировки, и это тоже очень важно, потому что стажировка – это как раз-таки возможность соприкоснуться с профессией, с новой должностью, с новой сферой, потому что если вы мало что знаете об этом, но хотите попробовать, стажировка как раз-таки это именно тот инструмент, который позволит вам достаточно быстро, в короткое время, понять, как работать, какие знания необходимы, как себя развивать, в целом вообще, что из себя представляет данная профессия. Поэтому особенно вот я обращаюсь к студентам, которые уже по факту скоро будут выпускаться, если у вас есть возможность каких-либо стажировок, то воспользуйтесь этим шансом, потому что вы реально попробуете свои силы и поймете, что вам по плечу, что вам действительно интересно и что может стать в будущем уже по-настоящему вашим профессиональным таким путем. Всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства». Ну, я сейчас не буду детально останавливаться на вот этих проектах, коротко просто расскажу, я думаю, что вы все хорошо их знаете. Это конкурс, который предназначен для работников сферы туризма. Это не только для начинающих деятелей туристической отрасли, но также и для тех, кто уже является профессионалом в этом деле. И также здесь появляются и наставники, и возможность реализации новых проектов. Мы знаем, что сейчас у нас очень активно развивается внутренний туризм, и много появляется новых направлений. И вот благодаря таким конкурсам, таким поддержкам, также есть возможность быстро реализовать свои проекты. И люди, которые, скажем, как-то, возможно, имели определенные сложности в продвижении своего бренда, своего продукта, то здесь через такие конкурсы получают возможность быстрого роста и быстрого, скажем так, признания со стороны потребителя. Это тоже очень важно, потому что все мы знаем, что проект имеет большой успех тогда, когда у нас есть и медийная освещенность, определенная популярность самого продукта. И вот благодаря таким конкурсам как раз-таки это возможно. Цифровой прорыв, сезон искусственный интеллект, как раз-таки это тоже такая череда хакатонов, которые в первую очередь нацелены на как раз-таки привлечение популяризации к IT-сфере, к искусственному интеллекту. И здесь тоже есть возможность молодых людей, кто активно занимается IT-сферой, проявить свои навыки. Хакатон – это по факту такой тоже экспресс-вариант такого чемпионата. Они тоже могут быстро, за короткий срок, показать свои знания и навыки, что позволяет им также в узкой профессиональной среде показать себя. И люди из профессионального сообщества уже замечают таких талантливых, одаренных, перспективных. И вот фактически вот таким вот образом ребят можно подхватывать и брать в работу, привлекать к проектам. И это тоже вот тот самый социальный лифт, который позволяет прорывным образом ребятам стремительно расти в своей профессиональной деятельности. Проект «Другое дело» – это такой достаточно интересный проект. Здесь через приложение можно зарабатывать определенные баллы, можно их тратить потом на различные там и мероприятия. Честно говоря, там сейчас детально не помню. Сейчас я подгляну, у меня тут есть. В том числе, кстати, они могут, набрав баллы, получить определенные стажировки тоже в компаниях, тоже, что немаловажно, потому что я, как представитель крупнейшей компании газовой отрасли, да, в нашей стране, могу сказать, что попасть на стажировку в «Газпром» достаточно сложно, потому что здесь при всем при этом большие требования к самому асоискателю, потому что эта работа тоже такая непростая. очень важно обладать определенными навыками, знаниями. И на вас смотрят не как на простых стажеров, а как на будущие кадры. И во время стажировки это такой короткий период, когда вы можете себя показать во всей красе и должны это сделать. И у вас очень мало времени, но за этот короткий срок вы должны показать максимум своих возможностей и знаний, чтобы компания, представители компании, да, сказали, что да, нам нужен такой вот специалист, и дальше уже с вами работали уже как с профессионалом. Вот как раз-таки сейчас мы перейдем к проектам «Газпрома» и конкретно «Газпром вне газа». Но вот мне прежде хотелось бы, знаете, наверное, немножко поделиться своим опытом. Значит, мне по своей жизни довелось поработать и в Федеральном агентстве по делам молодежи. И я реализовывала там большой арктический проект. И я хочу сказать вот следующее по поводу того, что, опять, всегда стоит дилемма у многих молодых ребят тратить время на стажировку, идти, не идти, пробовать свои силы, либо двигаться дальше, или искать там постоянную работу. Вот я хочу сказать, ребят, пользуйтесь этими возможностями. Значит, проект, который я реализовывала, форум «Арктика» сделан в России, он собирал 150 участников со всей нашей страны, участвовало более 25 регионов нашей страны, плюс 14 стран. Это страны Арктического совета и другие страны, где специалисты так или иначе были связаны с арктической деятельностью, с изучением арктического региона. И главными призами они у нас были, скажем так, нематериальные. Это были стажировки в компании «Газпром», «Атомфлот», Министерстве экономического развития, Министерстве энергетики, ну и прочих других компаниях. «МАГЭ» — это морская арктическая георазведочная экспедиция, фактически уникальная компания в нашей стране, вообще даже в мире, которая проводит георазведку морского шельфа вообще по всему миру. Это такие очень точечные направления, куда попасть действительно сложно. Так вот, победители и не всегда победители нашего форума, почему не всегда победители, объясню, потому что, да, команда победителей у нас получала стажировки в «ПАО «Газпром». А также к нам приезжали генеральные директора и «Атомфлота», и «МАГЭ», и они проводили свои личные собеседования, потому что на форуме собирались ребята лучшие из лучших. Действительно, я собирала их путем собеседования, ездила по городам нашей страны, собирала большие аудитории, собеседовала каждого участника, и из полутора тысяч ребят, которых мне доводилось потом в итоге собеседовать, всего 150 я отбирала. То есть на самом деле это такой небольшой процент вот реально лучших и сильнейших профессионалов различных отраслей наук по арктическому региону. И понимая это, потому что это огромная работа, многие компании, они действительно, это их большой труд вот так вот находить такие таланты, чтобы потом привлекать их к себе на работу. И тут вот 150 готовых таких ребят уже были на одной площадке. Поэтому компании пользовались этой возможностью и проводили свои собеседования непосредственно на площадке и отбирали на стажировки. Так вот, после стажировок в различных компаниях у нас ребята уходили, месяц длилась стажировка, их забирали на работу, забрали на работу и в Газпром, в различные дочерние организации, кто занимается добычей непосредственно газа на арктическом шельфе. Также у нас ребята ушли работать в Атомфлот, в МАГЭ, в Министерство экономического развития. Их фактически забрали с руками и ногами. И да, стажировка, месяц они потратили своего времени, но этот месяц стоил того, чтобы они построили по-настоящему интересную и хорошую карьеру, потому что они по сей день продолжают работать в этих структурах. Они уже являются настолько высококлассными специалистами, потому что это было давно, этот форум длился несколько лет. Начали мы в 2015 году. И вот уже спустя столько лет эти ребята, которые были участниками, которые проходили стажировку в компании, сегодня они являются высококлассными экспертами, которых я уже привлекаю на свои мероприятия в «Газпром» в Ниегазе. И они выступают экспертами, специалистами, которые оценивают проекты других молодых сотрудников, молодых ученых. То есть они достигли уже и опыта, и такого профессионального уровня, который позволяет им быть экспертами. Это очень важно. И вот тот шаг стажировки являлся вот таким вот социальным лифтом. Первый шаг – это участие в форуме. Второй шаг – успешное собеседование, стажировка. И после стажировки далее они уже начали строить свою карьеру. Ну, дальше уже как будет развиваться карьера, конечно, дело каждого, потому что наша судьба только в наших руках. И если вы будете прикладывать достаточно усилий, развиваться, учиться, то я уверена, что карьера будет достаточно успешной. Могу также немного рассказать о собственном опыте, потому что у меня свои социальные лифты, через которые я прошла. И первое – после университета я вначале пошла преподавать. Я закончила Мехмат, пошла преподавать в университет, была обычным ассистентом на кафедре, преподавала высшую математику, проявила себя достаточно активно. И через три года меня пригласили уже там в административный ресурс университета, уже на управленческую должность. И там я уже старалась проявлять свои и управленческие какие-то качества. Дальше уже пошли и большие проекты совместно с Федеральным агентством по делам молодежи. И в одном из таких проектов я была участником. Ей выиграла, скажем так, конкурс. И вот причем как бы у меня не было каких-то таких больших целей для того, чтобы там выиграть конкурс, потом куда-то двигаться. Так просто сложились обстоятельства, ну удалось мне победить. И дальше уже вот после этого как раз-таки и пошли вот те самые социальные лифты, потому что была приглашена для, уже как эксперт, да, потому что я занималась Арктикой в арктическом направлении, на одно мероприятие, на другое мероприятие. Доверили один проект, большой проект, следующий, да. Вот форум Арктика сделан в России, я уже его делала собственными руками, как говорится, своими силами. Вот. И потихоньку-потихонечку вот из участника конкурса я превратилась в программного директора большого крупного международного форума. И все это за очень короткий период времени. А вот, пожалуйста, работают социальные лифты. Дальше уже, когда я начала работать в этой сфере, конечно же, уже для формирования там профессионального сообщества я ходила на различные там конференции, мероприятия, знакомилась с новыми людьми. Я вливалась в арктическое сообщество, оно тоже достаточно так маленький мир, все друг друга знают. И вот, когда ты уже туда окунаешься, ты понимаешь, что все так или иначе связаны. Вот эта вот профессиональная связка, она на самом деле очень важна. И дальше уже, когда мы развивали арктические проекты, я уже с легкостью приглашала там крупные компании на свои мероприятия. Я знала, что им предложить, я знала там, какие ребята им нужны, кого отбирать и так далее. То есть здесь я уже работала как бы для тех молодых ребят, которые еще только в начале были своего профессионального пути, и я для них была таким неким проводником, да. Я не скажу, что наставником, но все-таки неким проводником, потому что я, по сути дела, открывала, приоткрывала некоторые двери, да. Вот мы организовали такие площадки, привлекали большой бизнес. И это как раз-таки помогало вот наладить коммуникацию, связь между совсем еще молодыми, юными и пока еще там, возможно, даже где-то не определившимися в своем профессиональном пути людьми и вот уже с готовым профессиональным сообществом. На самом деле это тоже очень важно. И цените вообще то, что сейчас делается для этого, потому что надо понимать, что не всегда есть возможности для того, чтобы вот именно так соприкоснуться с лидерами отрасли. И когда это происходит, это происходит там, в том числе через стажировки, через такие вот конкурсы и прочее, это позволяет вам дальше как-то развиваться, находить вот опять каналы, связи, да, возможности, чтобы выстраивать свою карьеру. Немножко расскажу про наши проекты, проекты «Газпром» и «Газа». Так как мы все-таки научно-исследовательский институт, то у нас в первую очередь, конечно же, это наука. Мы занимаемся развитием молодежных научных кадров, и для этого мы им создаем определенные условия, научную среду, и есть ряд таких крупных мероприятий, которые позволяют им проявить себя. Ну, здесь индивидуальные показатели у меня стоят на первом месте, но я немножко расскажу. Мы разработали такую некоторую систему, которая позволяет нам отслеживать, как в динамике происходит научный рост наших молодых работников всего ПАО «Газпром». То есть мы работаем со всеми нашими дочерними организациями, и как раз-таки, когда они заполняют свои индивидуальные показатели, мы видим, насколько эффективно они развиваются, насколько наши мероприятия сработали в той или иной степени эффективно или, возможно, где-то не очень. И это позволяет нам скорректировать этот курс и дать новые возможности для развития наших кадров, потому что все-таки мы вершим науку, газовые отрасли, и очень важно, чтобы молодежь, молодые научные кадры, они все-таки имели возможность для реализации, для возможной научно-советской деятельности, для защиты своих диссертаций и кандидатских, и докторских. У нас есть и базовые кафедры, куда мы приглашаем магистров. Конечно же, это тоже такой большой толчок для того, чтобы они прямо внутри организации, пока они учатся в магистратуре, у них есть возможность прямо внутри компании видеть, как это работает, общаться с учеными, общаться со специалистами, которые уже строят свою карьеру. То есть мало того, что они учатся, они еще и обмениваются опытом, получают знания уже от тех специалистов, которые их окружают. Это на самом деле тоже очень важно. Проводим различные научно-практические семинары. Опять-таки, здесь это к вопросу о развитии своих компетенций. Все профессионалы имеют дипломы, как мы говорим, hard-soft skills. И в данном случае мы стараемся дополнительно их насыщать еще определенными компетенциями, которые им позволят более эффективно вести свою профессиональную и научную деятельность. Есть различные программы повышения квалификации. И с каждым годом эти программы увеличиваются, как и научно-практические семинары. То есть мы делаем, вот опять-таки я говорю о том, что мы создаем научную среду. Научная среда, чем более она насыщена, эффективна, тем больше у молодых ученых есть возможности для того, чтобы просто вот они берут и пользуются этим. То есть они вот себя насыщают определенными знаниями, возможностями и дальше уже двигаются вперед. Им не приходится карабкаться, что-то искать. Мы стараемся им все это давать. И это очень важно для того, чтобы работники тратили силы не на поиск, а на уже конкретное изучение материала и свое развитие. У нас есть конкурс «Лучший молодой рационализатор». Этот конкурс вообще имеет очень большую популярность во всем ПАО, потому что здесь уже люди, которые работают на производстве, у них есть возможность, знаете, вот когда работают там с определенными, не знаю, там в лабораториях, да, с какими-то определенными агрегатами, но они понимают, что там, как сделать так, чтобы он работал лучше, да, и у них есть идеи. И они эти идеи как раз-таки могут предложить, показать, продемонстрировать там высшему руководству. Тоже это является вот тем самым социальным лифтом, который помогает вот им себя презентовать. Вообще, на самом деле, очень важно понимать, что знания и образование — это все очень хорошо, но очень важно уметь себя самопрезентовать. К сожалению, я сталкиваюсь с тем, что большое количество молодежи не всегда умеют это делать. И это большое упущение, ну, на мой взгляд. Поэтому я всегда призываю к тому, что умейте правильно себя презентовать, да, вот как это сейчас модно говорить, умейте себя продать, потому что вы можете быть суперклассным специалистом, вы можете обладать прекрасными знаниями, но если вы не умеете это показать, поднести работодателю, продемонстрировать свои лучшие там стороны, и не всегда это могут увидеть сразу, то это может сыграть, конечно же, в минус, да, и, возможно, там, вы к своей цели придете чуть позже, чем могли бы, если бы правильно там смогли себя самопрезентовать. Это, на самом деле, важный навык, которому нужно уделять уже сегодня большое внимание. Вот. Также мне хотелось сказать, что мы проводим конкурс, точнее, чемпионат. У нас есть чемпионат, кейс-чемпионат под гидой международной организации «Кейс Сын». Мы работаем в корпоративной лиге ПАО «Газпром». Это кейсы, которые мы сами пишем внутри «Газпром вне газа». Кейсы, которые относятся к отрасли, они имеют абсолютно реальные задачи, реальные, скажем, данные, которые мы используем, да, в самой формулировке задачи, и даем эту задачу для разработки нашим молодым специалистам. Обычно в таких кейсах у нас участвует порядка 250 человек, и они разбиваются в команды, и эти проекты, которые они потом уже решают, презентуют нашим коллегам из ПАО «Газпром», нашим ведущим ученым. Также они просто через решение такого кейса могут опять продемонстрировать и свои профессиональные навыки, и свои знания, полностью показать, да, насколько они некомпетентны. И, опять-таки, возможность хорошо и грамотно презентовать свое решение позволяет им также, ну, показать себя перед высокими специалистами, экспертами, и, возможно, да, также это рассчитано на то, чтобы их заметили, увидели, возможно, пригласили куда-то на более высокие должности, и это на самом деле работает. Поэтому в данном случае мы, опять-таки, так как больше мы направлены на науку, мы развиваем очень такую мощную научную среду, где наши сотрудники могут всецело себя реализовать, продемонстрировать все свои знания и навыки. Плюс также хотелось бы отметить, что есть и целевое обучение. Это как раз-таки для студентов, и, ну, вообще, конечно, там для тех, кто заканчивает школу, очень важно. Вот у меня тоже недавно был случай, я там была экспертом на одном из школьных проектов, как раз здесь от 11 класса участвовали, и после конкурса ко мне подошел молодой человек, он как раз в 11 классе и говорит, вот я хочу на целевое обучение, у нас есть вузы-партнеры, с которыми мы работаем, апортные вузы по ОГазпром, и он сказал, что я бы хотел, вот дал мне свое резюме, показал, вот это, кстати, к вопросу о смелости, да, и возможности вот так же проявить себя. Показал свое резюме, оно было превосходным. Парень отличник, владеет языками, у него очень большое портфолио в плане Олимпиад и так далее, и вот он говорит, я хочу на целевое обучение. Ну, целевое обучение мы все понимаем, да, то есть он поступает в университет и учится там по определенной специальности, потом должен прийти на работу к нам в Газпром в НИИГАЗ и отработать три года по нашим условиям, да, сотрудничества. И вот у ребенка вот в этом возрасте уже четкое понимание, что он хочет, и он пользуется всеми возможностями. Конкурс, как некий социальный лифт, да, возможность себя продемонстрировать и познакомиться с экспертом, он это сделал, он это реализовал. Я его, резюме, естественно, передала наш отдел кадров, кто занимается целевым обучением. Он прошел собеседование, и он действительно очень умный, грамотный молодой человек, поэтому, конечно же, таких ребят мы тоже ищем, и любая компания, она, в первую очередь, для себя старается найти высококлассных специалистов, но, конечно же, мы все понимаем, что высококлассными специалистами сразу после университета не становятся, их нужно растить. Вот, собственно говоря, этим и занимаемся. Поэтому этого мальчика, естественно, мы с удовольствием взяли на целевое обучение, потому что мы знаем, что уже видим сейчас, насколько он активный и образованный, и что в дальнейшем, конечно же, это будет ценный кадр. Как после трех лет работы в институте он проявит себя, захочет ли остаться, пойдет там дальше, может быть, в какие-то другие компании, это уже, конечно, будет его выбор. Но в данном случае, еще раз я делаю акцент на то, что любая компания, и «Газпром», и «Атомфлот», и любые другие вообще, и крупные, и не очень компании, они заинтересованы в первую очередь, чтобы такие кадры для себя вырастить. Поэтому делаются все возможные вот эти конкурсы. Компании партнерствуют и с общественными организациями, и с такими федеральными большими проектами для того, чтобы видеть таких ребят, брать их к себе на стажировку, работать с ними, давать им образование ровно такое, которое потом они могут применить непосредственно в данной компании. И это очень важно. Поэтому я вот еще раз хочу вам сказать, что не бойтесь делать шаги в плане пробовать свои силы на стажировках, знакомиться с разными компаниями. Может быть, даже этих стажировок у вас будет несколько, но через них вообще нужно проходить. Любая возможность дается лишь только один раз. И этим шансом нужно пользоваться. Потому что не воспользовались однажды, больше, скорее всего, такой возможности может и не быть. Но как бы везде есть исключения. Поэтому двигается вперед и добивается успеха ровно тот человек, который старается использовать любые возможности. И вот к вопросу о исполнении мечт, немножечко уйдем в романтизм. Опять-таки я вернусь к вопросу нашего форума арктического, который я проводила. Арктика сделана в России. И вот мне удалось с директором Атомфлота тогда договориться о том, чтобы двоих наших участников мы бесплатно отправили в круиз на Северный полюс. Такие круизы они проводят каждое лето. Большие на ледоколе 50 лет победы. И вообще это очень дорогостоящие мероприятия. И туда попасть крайне сложно. Так вот, двое наших ребят такую мечту реализовали. И вот они отправились в 10-дневный тур от Мурманска до географической точки Северного морского пути и обратно. И это, конечно же, тоже здорово, когда ты понимаешь, что вот этот шанс, когда еще можно там побывать на Северном полюсе. Я вот такую романтическую аллегорию привела к тому, чтобы вы понимали, что любые цели достижимы. И не надо бояться, что, возможно, не хватит сил. Или, может быть, это просто как бы не ваш путь. Нет. Если вы четко для себя решили, вы знаете, чего вы хотите, посмотрите вокруг. У нас есть, еще раз скажу, много возможностей, которые дает страна. Университеты, да, мы берем там какие-то локальные вещи. Пользуйтесь. Начиная с малого, вы придете к большему. И не бойтесь себя показывать, себя демонстрировать. Демонстрировать свои проекты, знания, умения. Находите связи, контакты. Общайтесь с экспертами. Старайтесь находить, в общем, любые возможности для того, чтобы себя презентовать. И только тогда вы действительно сможете грамотно воспользоваться тем самым социальным лифтом, который сейчас повсеместно. Поверьте, еще какое-то время назад, в моей юности, еще ничего такого вообще не было. И это все было достаточно сложно. Мы находили возможности, как только могли сами. Сейчас, по факту, вам нужно просто учиться, грамотно себя презентовать, участвовать в конкурсах, брать стажировки, показывать себя там во всей красе, свои знания, свои умения. И только тогда вы поймете, как быстро вы сможете расти и по карьерной лестнице, и в личном плане, в образовании. Никогда не стойте на месте. Продолжайте учиться даже тогда, когда вы уже работаете. Потому что все развивается. Нужно успевать за технологиями, за знаниями. И главный ресурс человека, конечно же, это его интеллект и его образование. Это очень важно. Поэтому про это не забывайте. В целом, я рассказала все, что хотела. На самом деле, еще много есть чем поделиться. Но если у вас есть ко мне вопросы, я буду рада с вами пообщаться, ответить на ваши вопросы. Вот, пожалуйста, жду. У вас есть возможность. Пишите. Сейчас еще подождем, да, немножко посмотрим. Если вопросы будут, то с удовольствием на них отвечу. Спасибо. Так, ну вот у нас есть первый вопрос. Подскажите, как проходит работа в научных организациях ВНИИГАЗ у нетехнических специальностей? Смотрите, конечно же, Газпром ВНИИГАЗ это научно-исследовательский институт. Всероссийский, большой, и вся наука, газовые отрасли и всего ПАО «Газпром» сосредоточены у нас. У нас огромное количество научных центров, лабораторий, опытный экспериментальный завод есть и так далее. Но, конечно же, у нас есть и нетехнические специальности. И в данном случае работы для всех хватает. Я, например, хотя я технарь по первому образованию, но работаю в данном случае сейчас немного не по техническому направленности. Да, я начальник отдела дополнительного профессионального образования. В моей компетенции как раз-таки входит именно обучение, развитие софт-скиллов наших сотрудников, развитие научных кадров, работа с молодыми научными кадрами. И поэтому работа ведется достаточно активно. Есть различные ниши для того, чтобы себя реализовать. И, конечно же, если вы представитель не технической специальности, то в данном случае здесь работы всем хватает. Если вы хотите, то, конечно же, можно и нужно подавать свое резюме. Потому что у нас, естественно, если вы экономист, тоже не совсем техническая направленность, то, конечно же, у нас есть отдельно планово-экономический отдел, бухгалтерия и так далее. Есть специалисты, которые занимаются документооборотом, есть отдельный электронный документооборот и так далее. То есть то, что не касается даже, условно говоря, газовой отрасли, то здесь работа у нас всецело ослаженная. При этом, помимо того, что мы развиваем профессиональные навыки и работников, которые относятся непосредственно к газовой отрасли, мы также и развиваем профессиональные навыки, скажем, непрофильных специалистов. Потому что мы, когда говорим о хорошем и мощном составе сотрудников, то, конечно же, мы имеем в первую очередь в виду отрасль, но не забываем про всех остальных, кто труется на благо этой отрасли. Поэтому мы развиваем и руководителей нетехнических направленностей. Также у нас есть, например, запрос, я тоже пример приведу, касаемо руководителей, которые нуждаются в том, чтобы улучшить свои ораторские способности. Поэтому для них, например, мы проводим курсы ораторского мастерства отдельно. Для специалистов, например, отдела документооборота, мы также проводим отдельно семинары, тренинги, которые направлены на развитие их профессиональных навыков в своем деле непосредственно. Поэтому работа повсеместно ведется со всеми достаточно эффективно. Все зависит конкретно от запросов. И вот как раз наш отдел совместно с отделом кадров активно работает в этом направлении. И когда у нас есть запросы, мы их полностью реализуем. Находим специалистов либо внутри нашего института, если таковых нет, например, если мы говорим, у нас сейчас проходят курсы обучения, управление проектами, и тоже это касается совершенно разнонаправленных специалистов, не обязательно технических специальностей. То здесь мы привлекаем уже партнеров со стороны, проводим такие большие масштабные обучения, вплоть до 200 человек и так далее. Поэтому если я ответила на ваш вопрос, то в этом плане мы стараемся развивать все возможные компетенции совершенно разных наших сотрудников. Ну, в общем, вопросов больше нет. Я хочу поблагодарить вас за внимание. Я надеюсь, что вам было интересно, и вы что-то для себя подчеркнули. В свою очередь я хочу пожелать каждому из вас успехов. Стремитесь вперед. Не бойтесь новых проектов, не бойтесь новых знаний, не бойтесь допускать ошибки, потому что допуская ошибки, мы понимаем, куда нам двигаться дальше и где наше верное направление. Всегда старайтесь пробовать что-то новое. Это как раз-таки те самые стажировки, какое-то образование, обучение и прочее. Удачи вам, дерзайте, все в ваших руках. Знаний очень много, хватит на всех, поэтому учитесь, развивайтесь и желаю вам, конечно же, карьерного роста и успехов во всем. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова